МОСТОВАЯ СЛОБОДА А там под полом гусель плавает, что угодно. Вот так живем. И только мешается. Рогову привезли, выставили нам, проголосовали. И результаты вот. И от нас все утвернулись. Никому мы не нужны. Представители администрации формально и издалека отнеслись к проблеме мостовой столбоды. Летом после наводнения приезжала техника и проводились работы. Но продолжение так и не последовало. С первого взгляда на условия, в которых оказались жители, становится ясно, что проблема требует материальных вложений и ответственного подхода. Мы обращались по поводу выплат, компенсации. Тоже, вы знаете, помогли единицам. Хотя должны были, наверное, как-то отреагировать, помочь, откликнуться. Но либо выделили очень мало, либо вообще не выделили, причем особо не объясняя причин. Мостовчане вынуждены сами разбираться со своими проблемами. Под руководством председателя территориального общественного самоуправления «Мостовая Слобода» выбрали старших по улицам, завезли песок и сами начали расчищать дренажные канавы. Как сказать, ждали-ждали, вот решили своими силами пока, потому что скоро зима, замерзнет, и уже привозить песок будет без толку. Наши жители своими машинами, своей техникой, вот, вывозят песок. К счастью, есть добрые люди. К сожалению, вот, а можно сказать, и к счастью, как сказать, беда, она объединяет. Вот, она объединила нашу мостовую. Хочется верить, что местные власти все-таки займутся этим вопросом, и жители перестанут жить в сырости, грязи и страхе за свое имущество и здоровье. Виктория Шикова, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды.